Всем здорово, а также привет! Данное видео является полным гайдом по фарму леса, по лесникам и прочим извращениям в игре Dota 2. Тут я расскажу и про все фишки, и про все тонкости, и про выбор героя, и про нюансы стороны, и про то, как не руинить, играя в лесу, про то, как, собственно, идти к победе, и как правильно играть, чтобы вам не накидали 100 тысяч репортов. Но перед этим небольшой дисклеймер. Это видео не является побуждением к действию. Если вы на своем мейн-аккаунте в рейтинге пикаете лесника, вы, скорее всего, руинер. Если вы хотите поиграть на этой роли, для вас есть режим турбо, для вас есть режим паблика, для вас есть лоу-птс аккаунты с высокой порядочностью, где к этому плюс-минус нормально относятся по моему опыту. Либо если вы уже мразь, как я, и вы пикаете лесника в рейтинге, не пикайте его, пока вы не станете лучшим на своем рейтинге, не будете выходить из леса с нетворсом больше, чем у вашего кора. И, помимо этого, если вы уже идете в лес, то ли делаете это в рейтинге не ролевом, либо если вам уже обязательно каким-то образом зачем-то нужно идти в рейтинг ролевой, то хотя бы регайте он или четверку и предупреждайте своего хардлайнера о страшных вещах, которые будут происходить после стадии драфта, чтобы он мог взять героя, на котором он сможет стоять в соло и не накладывал на вас порчу до седьмого колена. Вот. В целом тут все. В видосе я расскажу много вещей, но сначала полностью составленный террорист героев. Естественно, фулл террорист есть у меня в Телеграме, Телеграм есть в описании под видео. Собственно, по каким критериям поделены здесь герои? Они поделены по важным критериям. Первое. Насколько быстро герой может фармить лес и нужны ли ему для этого какие-то отдельные предметы? Насчет отдельных предметов, например, если мы хотим фармить лес на каком-нибудь Тинкере, он как раз в Атире, то нам нужен, скорее всего, Мидас, потому что без Мидаса, это, наверное, чуть ли не единственный герой, на которого мы будем покупать Мидас, потому что Мидас в лесу это руин. Мы не собираемся сидеть 40 минут в лесу, как это делают некоторые люди, покупать Мидас и фармить его. Наша задача как можно раньше выйти и быть полезным. Это важно. Собственно, поэтому Тинкер не находится в Астире. Это очень сильный герой, но он медленно фармит, и ему нужен какой-то еще дополнительный предмет для этого. Это делает героя хуже. Дальше. То, насколько рано может выйти герой из леса, и то, насколько он будет эффективен, когда выйдет из леса. То есть, допустим, какой-то Веномальсер, он фармит лес очень быстро, да и выйти он из него может не то, чтобы сильно поздно. Но при этом, когда он выходит из леса, а нафига он вообще нужен, абсолютно непонятно. Собственно, если вы собираетесь уже заниматься этими страшными вещами, то, скорее всего, стоит идти играть только на героях из самого высокого тира, потому что именно на них у вас наименьший шанс заруинить себе же игру и вашим тиммейтам. Объясняю по каждому герою из тира выше, почему он тут находится. Мужчина с топором. Он быстро фармит лес. Ему не нужен какой-то отдельный артефакт для того, чтобы его фармить. То есть, у него есть и так вангвард, который ты покупаешь всегда. То есть, ты покупаешь вангвард 100 из 100, и с ним ты фармишь лес без проблем. Дальше. Хускар. Никакие не нужны предметы. На шестой минуте покупаешь армлет, уже идешь драться с командой. На аксе ты покупаешь блэдмейл, блинк. Иногда даже без блинка можно выйти из леса. Котел. Супер быстро фармит лес. Можно задувать по два стака. На новой карте очень много мест, где ты можешь задувать сразу два стака. Я потом это все покажу в игре. И, опять же, может выходить из леса хоть на нулевой минуте, чтобы задуть, кинуть блэдмейл, убить героя на линии, помочь своему кору. Нага Сирена. Тут она в эстире. Хоть она и выходит поздно. Хоть она и не то, чтобы сильно полезная в начале. Но, опять же, уже с десятого уровня, с девятого, когда у вас появляется сетка, вы можете выйти и убить какого-то героя с тиммейтами. На руне вы можете подблочить иллюзиями героя. И, опять же, сделать ФБ с тиммейтами. И она фармит очень быстро. То есть даже на какой-то четвертой позиции, в лесу, не забирая фарму своего кора, потому что в начале игры я фармлю лес, который кор не фармит, а потом я смещаюсь на вражескую половину карты и ворую фарму вражеского кора. А мой фармит где-то мою половину. То есть я все равно имел по тысяче гпм, а бывало и не раз. Хоть она и выходит на минуте, наверное, на тридцатой. Но, опять же, подключаться ты можешь раньше. Просто на тридцатой минуте на лесной наге можно выйти с шестью слотами, заколить команду и пойти сразу сломать трон. Дальше. Легионка. Опять же, фармит лес легко. Никакой не нужен для этого артефакт. И выходит рано. То есть, буквально уже купив Блэйдмейл и апнув шестой уровень, я пытаюсь выйти и сразу же заработать дуэль с тиммейтом. То есть, покупаете сапог после Блэйдмейла, покупаете смок за 50 голды и выходите спокойно фармите лес. Ой, господи, осуждаю. С тиммейтом делайте килл. Особенно, если вам в нейтралке первого тира какая-нибудь лошадь попалась, из смока выпрыгнуть и дать дуэль будет абсолютно несложно. Дальше. Путш. Путш суперсильный лесник. Как бы это странно не звучало. Во-первых, хук ваншотит больших крипов из большого кимпа. Быстро фармит за счет вонючки. И герой может легко фармить стаки. Насчет стаков я потом поговорю отдельно. Шторм. Абсолютно так же, как и с пуджом. Тоже выходить из леса может буквально на шестом уровне. Путш на шестом уровне выходит. Опять же, легкая ФБ на руне за счет хука с тиммейтами, если заколить, можно убить героя под тавером на пудже, чтобы твоему кору было легче стоять. И на шторме примерно то же самое. Покупаешь Вичблэйд, получаешь шестой уровень, выходишь, уже играешь с командой. На Урсе немножко сложнее, просто герой очень быстро фармит, и с БФ плюс блинком ты уже можешь выходить. И опять же, герой очень сильный. Колешь команду на Рошана, идешь драться. С Виспом тоже за счет того, что он очень рано выходит и быстро фармит, то есть шарами, Виспами ты можешь фармить сразу два кимпая, потом все это покажу. И за счет этого ты получаешь быстрый доминатор, шестой левел, и уже можешь выходить драться с командой. То есть самое главное, если ты играешь на леснике, это как можно раньше, насколько позволяет это твой герой, выйти и начать помогать команде, иначе ваш трон упадет быстрее, чем вы счета на фармите. Лондруид по такому же принципу. Выходит из леса, очень сильный, и после этого легко, непринужденно помогает Тиме. Сплит пушит и так далее. То есть буквально с Момом ты уже можешь вывести медведя на линию, съесть какого-то врага, помочь команде. АМ в Атире, потому что он очень медленно фармит, ему нужна хотя бы монтаж, чтобы подключаться в драку. Артефакты появляются поздно, но при этом герой, когда выходит из леса, для меня суперсильный, для вас не очень. Медуза между А и С тиром тоже быстро фармит что-то на уровне Наги. Также и с этими героями. То есть проблема этих героев всех в Атире, то что это коры. И если на этих героях ты можешь выйти, и очень рано быть полезен, то на этом ты должен в основном фармить до каких-то артефактов, и надеяться, что у тебя не упадет трон. По героям плюс-минус разобрались. Насчет именно отдельно тиров. С тир — это то, на чем ты можешь играть на уровне полноценного лайнера, и рано выходить, и быть полезным команде. А тир — это герои, которые очень сильные, когда выходят из леса, но при этом фармят его, скорее всего, медленно, либо им нужен какой-то артефакт для этого, либо вам нужно много артефактов, прежде чем вы сможете выйти. Б тир — это то, на чем я бы уже не советовал в целом ходить в лес. Это герои, которые его фармят не супербыстро, которым нужны какие-то артефакты, чтобы из него выйти, и, скорее всего, когда вы выйдете, возможно, вы будете недостаточно полезны, чтобы у вас не упал тронг 25-й. С тир — это просто какой-то навал кринжа, который можно было бы пикать, и я его пикал, и идея какая-то сомнительная. И D-тир — это герои, которые 100% я бы лучше пикал на линию, и даже если вы будете четверкой или пятеркой, скорее всего, и нетворс, и уровень у вас будет выше, и полезность будет выше, чем вы бы пошли в лес. Даже играя на саппорте, у вас денег в итоге будет больше, чисто за счет киллов с линии, и отводов, и тому подобного. Потому что герои фармят лес просто ужасно. Бонник бы раньше был в S-тире за счет баража, но, увы, баража больше нет, а сейчас он просто полезнее на линии. Теперь возвращаемся к игре в Dota 2. Тут, кстати, последствия игры в лесу. Патрулем мне дали одну ЛП-игру, поэтому, опять же, на свой страх и риск. Ну, тут справедливости ради на аккаунте, по-моему, 5000 по ряду. А, нет, тут 8, это другой. Вот. Заходим в лобак и изучаем остальные аспекты леса. Во-первых, очень важный момент. Это стадия драфта. Мы должны понять, находимся мы за свет или за тьму. Потому что некоторые из этих героев эффективны за свет, некоторые за тьму. В чем разница? У света мы всегда будем фармить вот этот вот лес, у тьмы всегда вот этот, потому что в этом лесу есть аура. У света это регенерация маны, полтора, у тьмы это регенерация хп, 4. Поэтому мы всегда выбираем героя, в зависимости от того, какой из этих аспектов нам нужен. Если нам нужен реген хп, и скорее всего нам он понадобится, потому что герой милишник, на ранжевиках нам реген хп никогда не нужен, потому что ранжевик просто может хит энд ранить. Опять же, один из плюсов леса, если у вас лоу птс, вы скорее всего, пока его фармите, научитесь по-человечески хит энд ранить. Потому что, если вы это не делаете в мидгейме, на каком-то кере, ну, хрен с ним, вы просто медленнее фармите. Но если вы это не делаете с первого уровня в лесу, скорее всего, вы просто будете умирать. То есть, например, какой-то антимаг, он всегда идет за тьму, потому что без хп регена у него отваливается лицо. А если герою не нужен этот хп реген, то мы всегда его пикаем только за свет. Например, шторм. Шторму, очевидно, нужен мано реген, он ранжевик, поэтому мы его берем только за свет. За тьму ранжевиков мы не берем за счет хит энд рана. А, соответственно, помимо этого, если вашему герою не нужен хп реген, и вы его пикнули за тьму, лучше фармить этот лес, потому что аура, вот тут вот, она работает и на героев, которые... Ой, на героев, и на крипов лесных. Поэтому, если вы находитесь за тьму, то идти в лес, не имея потребности в регене, это ошибка. Потому что вот, аура леса, она дает 4 регена. И то есть на какой-то легионке или аксе, либо еще каких-то героях, которые бьют в ауе, это будет очень неприятно, потому что каждый крип будет иметь 4 дополнительных хп регена. И то есть на легионке ты пытаешься оставлять крипам лоу хп, чтобы они тебе прокали контратаку. Это важный момент. Ты так быстрее формишь, лучше состоится хп. Но проблема в том, что если вы оставили лоу хп крипу с 4 хп регена, буквально через несколько секунд вам придется давать лишнюю тычку, это очень сильно замедляет фарм. Поэтому, если нет потребности в хп регене, мы сюда вообще не идем. Дальше. Очень важный момент. Очень важный момент. Насчет ранжевиков и милишников. Мы фармить будем в основном вот этот кемп и вот этот. Либо, если наш герой сильный и может забирать стаки, то мы фармим этот, стакаем этот, и если герой фармит быстро, успеваем где-то половину забрать вот этого кемпа. В чем суть? На леснике мы всегда идем в начале на руны. Всегда. То есть, мы не руинеры, мы участвуем в игре. Мы всегда идем с командой. Если позволяет герой или позволяют герои в вашей команде, вы обязательно колите команду сделать какое-то фб, потому что с фб в лесу гораздо легче стоять, либо с фб вашему кору, который стоит соло, ему будет гораздо легче стоять. Это очень важные моменты. Тоже забрали руны, ушли. Насчет стила экспы на лайне у вашего соло героя, которого вы потом оставите, это чисто на вашей совести. Можете хотя бы в это время похарасить врагов, потому что когда вы уйдете в лес, вы все равно скорее всего прорегенитесь за счет тавора. Тут мы идем к определенной фишке. Во-первых, кстати, некоторые люди пытаются отводить на пачке крипов лесных, думайте, ядрить абуз. Нет, они не отводятся, отвезти можно их вот примерно только отсюда. Вот тут, тут они просто не заагрятся ни на что вообще. Держу вас в курсе. В зависимости от того, играем мы на милишнике или на ранжевике, у нас будет разная позиция наша в лесу. Позиция. То есть, когда мы фармим лес, важна наша позиция, чтобы у нас не умирал герой. Если мы играем на милишнике, то мы с топориком, мы всегда с топориком, это база, мы вырубаем несколько буквально деревьев здесь и стоим себе комфортно. Самое главное не уходить далеко, потому что, видите, баф леса у света достаточно мало расстояния к вышке. То есть, мы вот тут пару шагов сделали, он упал. Это важно. И мы просто фармим под вышкой. Можно вот сюда вправо уходить, пытаться, если нам сильно манореген не нужен и так далее. То есть, это на милишниках, потому что абуз дополнительного армора и регена от тавора, это очень важно и очень упрощает нам жизнь. На рейнджевиках же мы просто стоим здесь и хит энд раним. Параллельно, обязательно, под 50 секунду мы идем стакать кемп. За свет кемп стакается с 54 на 55. Вот когда у вас тик 55, у вас тычка должна уже влетать в крипа. За свет стакать сложнее. Опять же, если вы играете на милишники с топором, пытаетесь вырубать вот эти вот деревья, потому что тут часто застревают крипы и когда вы выходите, тоже вот эти вот деревья пытаетесь вырубать, чтобы крипы проще стакались, потому что после где-то 5-7 стаков уже тяжело они выходят, часто крипы застревают здесь и проблемы. За тьму со стаками у нас гораздо легче. Мы можем просто выводить крипов на 53. вот сюда. И за тьму можно сделать и больше стаков и проще, потому что их можно раньше выводить, они дальше выходят, у них нет никаких лишних препятствий. То есть вот я на 53, на 54 бью, они спокойно выходят и все. Так можно сделать стаков 10. Опять же, как раз к 10 минуте мы это выфармливаем. То есть какие герои фармят стаки? То есть это важный момент насчет стаков. Во-первых, если вы гнида, и вы взяли на пятерке лесника, то вполне вероятно, что к 10 минуте уже тут не будет тавера. И ваши стаки могут прийти и зафармить враги. На это нужно обращать внимание. Иногда их стоит забирать раньше или вообще не делать. Какие герои могут забрать стаки? Акс с вангвардом, котел, но на котле вы тут скорее всего не будете фармить. На котле вы хотите фармить вот эти два кимпа, потому что ты можешь задувать сразу два. На котле ты хочешь помогать по возможности тиммейту. На котле можно фармить вот эти два кимпа. На котле можно фармить вот эти два кимпа. И все. За тьму вы можете пытаться, конечно, фармить вот эти два, вот эти два. Какие тут еще? Вот эти два. Вот эти тяжело, но можно. И в теории вот эти два. То есть очень много кимпов, Где можно по 2 задувать Появилось после 7.33 патча Поэтому котел лесной очень приятен Я его не пикаю, даже потому что он нечестный Вот, на нем вы стакать скорее всего не сможете Потому что вы фармите эти 2 кимпа И потом пытаетесь выйти помочь тиммейту Конечно, можно после фарма пойти это стакнуть Но это достаточно геморно Вот Дальше На наге мы стаки не фармим, мы просто по одному кимпу На леге мы тоже их не зафармим На пуджей, на шторме мы их фармим через смоук То есть примерно на 5 уровне Ближе к 7-10 минуте В зависимости от того, насколько рано нам нужно Выйти к тиммейтам Мы нас стакали Разбили смоук Разбили смоук И крипы на нас не агрятся И мы на пудже можем спокойно вонять На шторме мы за несколько ремнантов 3 уровня Зафармим этот кимп Держу в курсе Скорее всего, к моменту фарму стаков на пудже или на шторме У нас уже будет 6 уровень И мы спокойно Выходим и начинаем помогать команде На виспе мы просто стоим здесь И шарами фармим вот эти вот 2 кимпа Не забывая, что на 56 можно стакнуть этот На 54-55 можно стакнуть этот Тоже очень важный момент И на виспе мы также выходим на 6 уровне Напоминаю, на милишнике мы обузим тавр и его реген На ранжевике мы просто хит энд раним То есть вот встанем ремнанты и хит энд раним Убегаем дальше Все, крипы убегают Мы агрим новую Бьем и продолжаем хит энд ранить Если не хит энд ранить на ранжевике Ваша ебало будет бита очень сильно Это крайне важный момент Опять же, где-то в лобби Или в пабликах Или в турбо Где угодно И учимся хит энд ранить Потому что без этого Будет очень тяжело Держу в курсе Так, что я еще хотел сказать Насчет фарма после Напоминаю, что мы не руинеры И наша роль это саппорт Мы обязательно не забываем покупать Хотя бы обсерверы Хотя бы обсерверы Покупать смока, чтобы гонгать с командой Мы это должны делать Иначе это скорее всего не будет делать никто Особенно на лоумэмере Опять же, мы это закупаем На том же шторме Мы вышли на шестом левеле Разбили смок Пришли, убили мидера С нашим мидером Заколили его с пушить тавер Или еще какого-то тиммейта И потом, я не знаю Разбили смок Пошли гонгать Поставили вижен какой-то агрессивный И играем уже либо с командой Либо соло Самое главное Это не сидеть в лесу по 50 минут Иначе вы реально становитесь руинером То есть, если вы выходите из леса Позже какой-то 15 минуты Скорее всего, это смерть Полная смерть Насчет стартового закупа Это тоже очень важный момент За последние несколько месяцев Я ни разу не покупал Никаких расходников на лесников Потому что они тупо не нужны За счет абуза регена ставара За счет Стаков За счет хит эндрана Тангусы не нужны За счет абуза регена леса И абуза мана регена этого леса Не нужны никакие кларетки То есть, какой, допустим, закуп на шторма На шторма у нас Человеческий закуп То есть, блинк у меня просто лежит Для удобства На шторма стартовый закуп Выглядит вот так Скорее всего, ваши тиммейты скажут вам Что вы дебил Что вы руинер и так далее Возможно, они будут правы Но, тем не менее Это выход в фаст фалкон За счет большого мана регена Он нам дает возможность Спамить ремнанты в лесу по кд И потом просто сразу в вичблейд И с вичблейдом на шестом уровне Мы можем выйти и убить Почти любого героя с тиммейтом А также и на аксе На аксе просто топор Выход в фаст в ангвард На хускаре просто перчатка Выход в фаст в армлет На котле там тяжелее Я выхожу в фаст каю Скорее всего Лучше выходить в какой-то Я не знаю Фаст догон Или урну Что-то подобное Расходники, опять же, не нужны Нага единственный герой На который я покупаю в рейсбенд Потому что он слишком много дает иллюзия На леге просто топор Выход в фаст блейдмейл На пудже просто топор Выход в фаст в ангвард На шторме сказал На урсе просто топор Выход в фаст хорнкопию В целом, если вы покупаете БФ на героя То вы на него берете Топор и фаст хорнкопию Выходите И потом после хорнкопии Вы уже можете докупить ПТ-шку или что-то подобное На виспе Это просто брейсер Потому что герой гибридный Как раз вот этой вот Письки регена вам не хватает Чтобы комфортно стоять в лесу И брейсер это все перекрывает Дает вам много урона Статов И плюс реген Что приятно На лондруиде, опять же Просто топор И блайдстоун Блайдстоун имба Потому что у вас два юнита И выход в фастмом В целом, тут все понятно На остальных героях Это в основном Топор-перчатка Если милишник И выход в какой-нибудь Фастмоэль Фастсапог В зависимости от того Что вам герою нужно Либо выход в фастбф Опять же Если герой может играть Без бфа Если герой может играть Без лишнего артефакта На фарм Пытаемся это делать То есть Если мы играем На каком-то Лесном Знаменитом Снайпере То Опять же Мы пытаемся Сделать какой-то Не знаю Мэл Штром Мом И уже выходить Помогать команде На Темпларке Мы пытаемся Сделать Дизоль Блинк Выходить Помогать команде И так далее И тому подобное Но опять же В основном Только вот этих героев Я бы советовал пикать Потому что на них Вы скорее всего Не будете Хотя бы так сильно Руинить И можете быть Крайне полезным Команде Держу в курсе А как только вы выходите Из леса Вы уже играете Как на стандартном коре Единственное Вы саппорт И у своих коров Фарм не забираете Иначе Вы гнида А они возможно Разобьют шмот Оно вам не нужно В целом Наверное Тут я уже Закончил Опять же Важный момент Если вам не нужен ХП реген Смещайтесь вот сюда Фармить вот эти вот Кимпы Под вот этим вот Вардом Вот тут ставите вард Если вы вдруг Делаете стаки Вы обязательно Ставите вард На этот клиф Чтобы если их Сапалит вражеский Саппорт Вы могли Хотя бы Подефать Либо Заколить героя Стянуться И убить Этого саппорта И потом сразу Забрать эти стаки И так далее В целом Наверное Это все Что я хотел сказать Спасибо большое За просмотр Не пикайте Лесников В рейтинге Удачи